В то время как кафе и рестораны пытаются подстроиться под современные реалии и запустить доставку, некоторые заведения только так и работали. И сегодня мы узнаем, с какими трудностями пришлось столкнуться ресторанам доставки. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Многие рестораны перешли в режим доставки, что сделало их напрямую вашими конкурентами. Вы ощутили потери в продаже? Мы не ощутили потери, поскольку многие, кто раньше ходил в рестораны, стали заказывать доставку. И нам повезло, что мы в принципе профилировались на доставку изначально, у нас уже была база клиентов. А если мы рассмотрим конкуренцию со стороны всероссийских франшив, вы ощущаете их давление? Мы смотрим на них, во-первых, мы от них что-то берем, чему-то учимся, давление. Ну, Тюмень сама по себе город развитый уже достаточно. Тут сформирован внутренний рынок, тут местные компании сильные, давление как такого нету, обычная конкурентная какая-то борьба. Почему вы выбрали именно авторское направление? Ведь работать франшизой, наверное, проще, это корпоративная реклама, финансовая поддержка. Конечно, хотелось бы развить этот проект, потому что это все-таки тюменский проект, чтобы из Тюмени выходил куда-то бизнес уже, а не приходил в Тюмень. В гипермаркетах покупатели часто сталкиваются с тем, что им не продают какую-либо продукцию без перчаток и маски. Вам приходилось принципиально отказывать вашим покупателям, если они не соблюдали правила? Принципиально отказывать не приходилось, потому что у нас, во-первых, постоянные в основном клиенты, с которыми мы всегда можем договориться. Но даже если ваш постоянник приходит без маски, без перчаток, как вы уходите из этой ситуации? У нас всегда есть перчатки, маски, которые можно всегда... А, вы предоставляете? Да, мы предлагаем. Если так получилось, что человек зашел, у него нету, то, конечно, мы предлагаем. Совсем недавно вы столкнулись с плагиатом. Компания, которая также работает в Тюмени, взяла ваши фотографии, взяла ваши авторские наборы и презентовала их как свои собственные. Чем закончилась эта ситуация? Договорились на том, что прекращают просто это делать. То есть они убрали эти позиции, убрали эти фотографии? А еще я не смотрел. Это буквально когда вчера познакомился. Давайте посмотрим. Ну вот, смотрите, которые явно прямо фотографии у нас скопированы, они их удалили. Ну вот, к примеру, вот этот набор называется. Прямо написано «Лучший сет», «Набор», «Семья», «Состав» полностью идентичен. И название. Как у нас у этого набора есть история. Мы его придумали. Раньше был набор семейный. Потом не входила надпись у нас в рекламную листовку, и мы его переименовали в «Семья». А с каким интервалом у них появился этот набор? То есть как давно он у вас существует? В прошлом году он появился. А, то есть у вас уже около года он? Он давно уже, да. И относительно недавно он появился у него? Да, да. Вы планируете с этим что-то делать? Ну, мы договариваемся с людьми, кто таким занимается. Мы следим, чтобы наши материалы не использовали. Но в целом это небольшие компании, которые нам не составляют какой-то угрозы. Поэтому мы к этому относимся спокойно в целом. Относительно ресторанов вы оказались в более выигрышном положении, потому что вам не нужно платить арендную плату за зал, который вы в данный момент не можете использовать. Но, тем не менее, благосостояние тюменцев все равно не в лучшем состоянии. Это оказало влияние на ваши продажи? Я считаю, что для нас это, скорее всего, возможность. То есть для развития, вообще для всей индустрии доставки, для видеосервисов, для каких-то, для вообще вот онлайн категории бизнеса. Это такой хороший толчок. Дон, большое спасибо за интервью. И я желаю развития вашему заведению. Спасибо, Иван Толшин.